Полиция не сразу штрафует нарушителей карантинных мер. Сначала с человеком беседуют, объясняют ему действующие правила и ограничения, и только потом, в случае повторного их нарушения, уже выписывается штраф. Со дня утверждения парламентом режима ЧП было составлено более 1400 протоколов о нарушениях. Санкции применялись в отношении тех, кто намеренно нарушал действующие ограничения. Штрафы выписывали за нахождение в общественных местах без защитной маски, например, в магазине или коммерческом центре. Штрафовали и тех, кто собирались группами более трёх человек, и тех, кто находились на территории заправок без маски. Не избежали наказания 10 священнослужителей и настоятель одной церкви, которые не носили масок в святой обители. Штрафы за отсутствие защитной маски получали также водители и пассажиры общественного транспорта. Если штраф выписывается в первый раз, то его сумма составляет от двух до пяти тысяч леев. Если в течение года тот же человек ещё раз попадается с нарушением, штраф уже будет составлять от десяти до двадцати пяти тысяч леев. Говоря о нарушениях, Дарьел Мистер объяснил правила комендантского часа. С одиннадцати вечера и до пяти утра выходить из дома можно только по веским причинам. В аптеку, например, к врачу или на работу. Если человек в это время выходит из дома, например, к родственникам или родителям и делает это во время комендантского часа, он должен иметь при себе заполненную декларацию об ответственности. Там указывается время начала поездки, персональные и контактные данные и сколько ему времени нужно, чтобы проехать от точки А до точки Б. В Молдове пандемия коронавируса была объявлена ещё в марте 2020 года. Уже 13 месяцев наши медики борются с коронавирусом, но до сих пор находятся те, кто не верит в его существование и не соблюдает карантинные ограничения. Я не верю в коронавирус. Как можно верить? Я не думаю, что все те умершие, о которых нам каждый день сообщают, умерли от коронавируса. Но маску ношу, когда нужно. Для вида. Не на камеру молодой человек рассказал нам немного о себе. Ему 22, и он учится в музыкальной академии. Имени так и не назвал. Как вас зовут? Разве это важно? Мы ваше мнение опубликуем. Где? Увидите себя по телевизору. В любом случае я не хочу, чтобы называли каким-нибудь именем. И дядей Ваней тоже не надо. Большинство наших граждан всё же носят маски и делают это не для вида, а правильно, чтобы маска покрывала и нос, и рот. Я ношу маску правильно, по правилам. Прикрываю и нос, и рот. Это золотое правило и точка. Я стараюсь всегда носить маску. Это ведь наша ответственность перед окружающими. Нужно беречь и себя, и других в эти сложные времена. Но есть и те, кто вспоминают о маске лишь тогда, когда видят полицейских. Ну, когда я вижу, я извиняюсь, если меня останавливают, одеваю и всё. Потому что я понимаю, что им приказали, это их работа. Они вынуждены. Бедные мальчики. Ну и коронавирус, и коронавирус. Слушайте, каждый год эти всякие вирусы. И тем не менее мы живём и будем жить дальше. Наради Бога, без проблем. Меня эта тема совершенно никак не трогает. Ежедневно порядка четырёх тысяч сотрудников полиции во всех районах нашей страны следят за исполнением карантинных мер, утверждённых Национальной комиссией по ЧАЭС.